доброе всем при доброе утро на завтрак у меня мои плюшки а мы тут плюшками балуемся рецепт теста уже на канале заходите делайте вообще суперские плюшки просто отрыв мозга не только плюшки но и разные там всякие мягкие игрушки вот и сейчас я буду этим завтракать они такие малюсенькие получились у меня но очень вкусные так что я сейчас буду завтракать у меня знаете сегодня какой распорядок то короче в субботу я работала и мне пришло сообщение что от нашей мэрши в салабрине в городе в котором я работаю типа оксана можешь меня это покрасить и уложить странно в понедельник она чего не работает ну потом все узнаем ну я такая думаю в понедельник блин я на шопинг собралась ля 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 тополя я говорю ей такая ночью ну а во сколько ну в 12 часов думаю ладно я ее приходу и как раз поеду в гранату я говорю давай в общем короче я еду на работу в понедельник и после того как я ее оприходуем блин у нее такой волос длинный густой тонкий но густой и кудрявый 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 она выпрямляет иногда не всегда но иногда в общем работы много с ее головой ну ладно я так подумала говорю на шопинг то нас даже бабки зарабатывать поэтому буду работать а что делать любишь кататься люби и саночки возить так что всем приятного завтрака друзья и до 12 еще очень много времени я могу полежать могу посидеть могу постоять накраситься сделать красоту и потом уже поработать зато я буду работать думая вообще по времени нормально в 12 где-то полтора часа часа два до нее уйдет я как раз приеду в обеденное время будем надеяться что народу будет поменьше вот будем надеяться в общем такие вот нас планы ну с чарли естественно погулять надо как иначе я уже накрасила что-то мне сегодня не очень нравится но я накрасила типа смоки да такое сейчас смотрю в инстаграм там зала я залезла сидела залезю слова-то какие иногда как выльется из моих уст ой блин сама потом ржу полчаса когда монтирую так вот 10 дней осталось до рождества то офигеть как быстрое время летит просто пипец вот буквально уже на следующей неделе представляете ну да на следующей неделе в пятницу будет уже выходной у меня ну да ладно в этом году как-то не праздники пройдут вроде как праздника вроде как и не праздник потому что все равно не отмечать ничего не будем ну как не будем в кругу друзей не будем а так то мы всегда вроде как с друзьями собираемся или еще что-то в общем я вообще не люблю особо ночные праздники вот если бы днем собраться так вот эту в ночь новый год там все дела я не особо люблю поэтому даже иногда именно иной раз и рада знаете что что не надо никуда ночами переться я вот днем что хотите и праздники все чё хотите отметить отмечу будут тусоваться ну вот ночь для меня это просто каторга какая-то чарли сейчас гуляю и вот еду на работу сначала мне в лиддл нужно заехать за одной штучкой потом вам все покажу вот а потом уже поеду на работу а потом а надо еще пару бутербродиков сделать потому что я не собираюсь кушать в торговом центре нигде что за роза не собирать я приготовлю себе пару лавашиков там начиню чем-нибудь все дела вот и с собой возьму кофе заварю и с собой возьму по дороге пока буду ехать поем ну что я управлялась а вот уложила нашу мэр шоку она поехала в общем в мадрид по сегодня уезжает какая-то там конференция у них сборище и поэтому вот помните я говорю как-то в понедельник она чё выходная нет она не выходная она поехала в мадрид на какую-то конференцию с мужем говорит туда и обратно говорит вдруг по телевизору покажет надо быть красивой поболтали так спокойно машины со всех щелей лезут спросила когда нам прививки будут делать она говорит не знаю наш деревня тут сколько 13 тысяч населения вот где я работаю здесь 13 тысяч по моему население 12 что-то как-то так в общем сейчас выйду на трассу достану себе свой шаурму скажем так с селедкой а второй сделала с шпротами бананчик взяла на десерт купила кофе в лиддале вот такой и все и будем кушать поехала ну что не прошло и двух месяцев как я тут оля-ля как я рад как я рад что поеду в ленинград в общем сейчас посмотрим кстати парковки есть нормально все это елка каждый год одна этажик можно уже бы поменять было бы на какую-нибудь другую а то как-то уже скучно ну слушайте не так много народа меня сегодня мэрша тоже говорит ось только народу вчера было ну вчера было понятно воскресенье а сейчас ну смотрите все свободно все спокойно чуть и замерзла здесь разительная разница с гранадой и с нашим городом посмотрите я сюда ехала 40 минут ну где-то 100 километров где-то так вот 70 километров ехать от нас но очень большая разница в температуре что летом что зимой зимой здесь даже снег выпадает вот этому прохладненько так скажем ну нет но еще время конечно обеденное я пойду обувь смотреть на себя сначала себе хотя она смотрите у нас скоро скидки после начинаются скидки с пятнадцатого ой с пятнадцатого с пятого где-то января вот так вот сейчас уже не поймешь а скидки делают когда им захочется так смотрите вот эти ботиночки прикольные ну вот не было бы меха вот этого не какие-то как знаете как лаковые что ли 39 минус 20 процентов скидка прикольно вот эти тоже неплохие тоже 50 40 евро минус 20 процентов скидка так пока ничего не вижу чтобы мне понравилось позвонила мужу сказала что чарли мой один где еще один магазин а он на той стороне который мне нравится да магазин обуви смотрите видите уже уже скидки во всю идут 50 процентов на следующую обувь то есть смотрите какие классные да так узнать вам сколько стоит 179 но нам со смехом не надо нам без смеха пойду в примарк смотрите всегда очередь сейчас спокойно можно зайти посмотреть очень посмотреть пойду а вот видите все 20 процентов скидка алькот магазин как я давно тут не было что нужно жилье женщины для счастья только лишь зайти магазин на шопинг на вообще музыка так орёт смотрите ушки которые я искала только что-то серые одни 4 евро стоит а есть вот такие вот повязочки на голову но я бы уж а вот черные еще есть ушки может еще тут какие ушки есть шапки может мне просто шапки купить да и все да нет проческа мнется лучше уши может еще какие найду наушники ну это вот эти шарфики разные такие мягкие такие классные но туши только что-то одни только уши больше что-то нету ушей но я только как говорится вырвалась поэтому будем ходить искать еще какие-нибудь уши вот видимо шапки только здесь шляпы упала шляпа упала на то ну-ка померю мель вообще-то нельзя вдруг это не будем привлекать внимание людей ладно посмотрю что не найдут то такие уши куплю шляпа 5 евро прикольно тоже такая мягонько интересная барышки перчатки уже больше нет бозочки ты мой и господи господи какой большой ботинок то люди посмотрите какой он большой тебе красненький такая милота вообще что мне кажется я ничего сегодня не найду себе имею ввиду в обуви что-то вообще ничего нету что я хочу что у меня в моей голове нарисовано что-то совсем ничего нету такого даже не знаю что-то не то не то я здесь заре сейчас я вам покажу друзья это что на рукавнике есть наушники а это вот на рукавнике о трындец какой чё так нет а мне вот эта жилеточка вроде как приглянулась 40 евро стоит симпатичная длинненькая я что-то такое наподобие еще так что смотрите вот эта кофта тоже неплохая такая классная прям с камнями можно сказать даже новогодняя 30 евро очень даже симпатичная как вы думаете мне кажется даже очень ничего если у вас лютая земля земля зима то я нашла вам одежду вот штаны смотрите какие штаны бред как вытащить ну пипец как вам плюшевые штанишки тут и вверх есть смотрите целый костюм такой плюшевый не плюшевый прям со смехом такой как надо не ну кто это будет носить не знаю даже дома я такой не надела потому что ну ну блин ну наверное на каждый товар есть свой покупатель поэтому и на этот товар найдется это и чем дым магазин что-то мне прямо это не знаю грустно как грустно не оправдывается мои надежда так 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 то есть может быть это модно так а я-то не модная девчонка может быть я все-таки тебе кое-что урвала жилеточку ой не было тоже размера не нашла позвала я до точная рандами слышно ничего позвала продаж ну консультанта она со мной по всему магазину бегала мы уже почти заказ сделали онлайн стою в очереди на оплату и вижу висит жилетка я бегом туда за ней то я такая схватила размер свой стою на катана такая ты чё нашла ее я говорю да она во блин ну вот так вот так я отвечу по часу взять одну страдивариус и посмотрим так я уже дома сейчас буду вам примерять любите пример очки сейчас будем я люблю во первых взяла вот такую маечку вот я ее взяла в примарки во первых вырез понравился и я ее взяла чтобы надевать под вот эту кофту тоже купила кофту вот такая кофтенка тоже под эти штанишки очень классно подходит цветом все дела мне кажется суперски и она такая ну в общем мне нравится видите можно вот так носить чтобы вот именно чтобы видно было можно и под самый не хочу как так их так и нашу в общем мне кажется симпатично смотрится ковтеночка классная цвет такой мой любимый в общем ну вы поняли да что цвет мой любимый трюселя даже такого цвета купила ага трюселя купила только из-за того что тут еще есть красные а на рождество же нужен красные трусы надевать и вот у меня теперь есть красные трусы посмотрите какие они шикарные и вот такие вот тоже розовые сердечко прямо они подходят вот я люблю такие трюселя чтобы тут не было таких ну уши естественно купила себе и и в заре купила вот такую жилетку длинную я хотела она длинная и двухсторонняя с одной стороны вот такая вот серая а с другой стороны вот такая черная карманы и стоя с другой стороны есть но она больше будет расстегнутая носить буду ее больше мне вот за ней стояла продавщицу дадимала чтобы она мне дошла мой размер потому что там был сс и эксцесс вот так что вот такая вот жилеточка потом в лидл я купила а вот такую еще с длинными рукавами купила вот эту тоже под разные эти в лидл купила себе лампу вот такую для моего бьюти столика вот потом мне муж ее прилепит вот так на стенку будет мне шикардос так вот ее можно по разному видите и еще в лидл купила вот такой вот мульти мульти пульти мне такой был я в китайском покупал но он ну китайский то есть он там вообще ничего и никак а вот это вроде бы как наверное должно качество получше быть поэтому вот дела в лидле так что вот мои покупочки сижу рассматриваю терку такая вот классная тут вот чтобы это конечно китайская была фигня по сравнению с этой кстати она стоит 13 евро в лидл вот и тут прям такая не скользящая все снимается много разных насадок вот это например для корейской морковки подойдет классно и тут вот такая фигня есть чтобы руки целы были так хрым 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 есть просто вот такая это для капусты классно подойдет надо кстати я щи хочу наверное сейчас забацую помой вот это все и забацую щи попробую вот на этой вот насадочки смотрите классный тоже хрым 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 надо еще почитать как вот это вот снимается потому что тут разные инструкции дофига а вот вот это вот лампа вот такая так она на стену пришпандориться и у так будет мне светить я буду утром отдыхает мальчик краситься но я хочу знаете чтобы она была с выключателем и переключателем чтобы так чик 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 ну вы поняли да чирик 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 чик это нужно наверное отдельную детальку купить ну ладно мы купим мы купим потом вот есть вот такие разные насадки в общем удобная штука и она добротно смотрится то есть не как китайская фигня потому что китайская фигня была просто китайская фигня кортодор мультифункцион разный кортодор у меня от последней осталась только вот такая вот емкость в которой я шашлычок складываю прям вот тут вот такая классная она как силиконовая в общем интересная штука и вот это вот зачем то какая-то фигня тоже пластмассовая есть вот она наверное чтобы чистить или чё это делать в зубах ковыряться в зубах ковыряться надо посмотреть ну вот видите удобненько все чистится будем пользоваться надеюсь пойду положу в машинку а стирку завтра забацаю когда пойду на работу такие вот ботинки искал искала что-то нет никаких ботинок вот это со смехом не понравились но мех зачем он нам нужен мех если без меха были они бы были классные но блин вот этот мех все испортил у меня говорю в мыслях хотя такие были ботинки которые у меня в мыслях были они есть в этом в страдивариусе по моему я их посмотрела что-то они как-то в живую не очень в общем а если мне знаете не очень то лучше не покупать например жилетка мне сразу понравилась я прям за ней я аж это продавщица там кстати в заре много всяких разных жилеток я перемерила есть даже как под кожу есть какие-то там очень много разных жилеток я другую даже предсмотрела но она прям какая-то знаете слишком тонкая и светлая светлая вы знаете с моей собакой этот стирать надо каждый день его то на ручки возьми то там стрельнет то там еще что-то в общем с ним светлое это нет это как мамаша с детьми так у меня с чарли это не вариант вот так что вот так и ехать надо в обеденное время никого нету я когда уже знаете в пять уже выезжала из торгового центра уже такая очередь была на въезде туда мама не горю все едут с работы то там папе идет да встал он покушал я думал папе то дома его нифига нету ребенок мой тут один сидел вообще непонятки какие то сейчас он меня увидит вот таких вот в дебрах скажет это что показывай что купила я скажу лампу давай пришпандоривай мне ну да ее не пришпандоришь потому что потому что я хочу переключатель чтобы вы включать выключать переключателем завтра может быть в лерой мерлин съездим плачет плачет и попил и поплакал пойду я умываться прям какие то глаза тяжелые вы думаете я легла отдыхать я когда знаете перевозбуждена у меня все как говорится горит а я же с утра встала на работу пошла потом шопинг час 40 минут туда на езды ходила поела непонятно что и кстати кушать совершенно не хочется и я стала щивариц попробовала свое чудо резалку супер вещь вообще шикарная во первых я зажарочку сделала настругала за 2 секундочки с ней ну это классическая зажарка с томатной пастой со всеми делами вот капусту нашу нашинковала смотрите вообще шикардос шинкуется просто реально палец себе тоже нашинковала прям вот даже не заметила хорошо хоть не нажала это а смотрите с чем у меня будут щи с квашеной капустой вот этой вот краснокочанной это у меня целый борщ получится представляете целый борщ получится они щи здесь у меня мясо я думала помните покупала думала там филейная часть а там косточки были я их все срезала все щи положила в суп и будут у меня такой вот бульон на косточках это вообще шикардос я костям обрадовалась короче это все пускай варится шварится шмарится картошку уже закинула я картошку всегда с мясом кидаю чтобы она разваривалась чтобы ни в коем случае в щи или в борщ ее туда не резать чтобы она сама там вот так вот сделалась в общем завтра мы будем со сметаной друзья дождусь ли я до завтра или дождусь ли я завтра в общем вы увидите тоже об этом завтра жду ваши комментарии завтра тоже по моему мне придется после обеда ехать на работу ну ладно надо же на шопинг еще зарабатывать ладно всего вам самого лучшего пишите комментарии и всем пока пока а щи мы будем завтра кушать вернее я буду кушать я так быстро ем что на камеру это просто будет выглядеть нелепо и очень быстро как будто на быстросъемке трын 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 как пылесос сама признаю